Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Ваэшев. Вообще, эта глава одна из самых больших глав пяти книжек. И она стала сюжетом для многих-многих литературных произведений, сказок и так далее. Вообще, в Торе есть все. Есть, конечно, и сюжеты сказок. Если внимательно читать Тора, в ней можно найти, например, как Яков посылает гонцов к Исау, явно перекликается с сюжетом «Кота в сапогах». Помните это? Идет там одно стадо, второе стадо. Все, Маркиз Карабас. Про Йосифа, которого мы изучаем в недельной главе, есть буквально в этой недельной главе три сюжета есть. К примеру, наверное, есть больше. История с гадким утенком, когда один брат, отличающийся резко от других, вдруг становится лебедем. Затем взятие Йосифа в заложники Шимона напоминает историю из Аленкова цветочка, в котором, как помните, отец вынужден послать вместо себя дочь в качестве платы за сорванный цветочек. И то, как Яков отправлял Йосифа про видов братья, напоминает сюжет «Красные шапочки», которая тоже была, у Йосифа была выделяющаяся одежда. Есть еще балак, изготавливающий птиц, которые с крыши указывают направление врага. Сказка о золотом петушке и так далее. То есть все. Сегодня мы поговорим о снах, потому что сны Йосифа имеют огромное значение, как это и к следующей главе. В Талмуде говорится, что присутствуют два вида снов. Первый сон – это когда через положительную духовную силу, через ангела посылается. Эти сны открывают человеку будущее, готовя ее к каким-то там плюс или минусовых каких-то вещах. А другие сны приходят через отрицательную, то, что называется, через беса. Это абсолютно так написано. И они вещами, безусловно, не являются. Есть третий сон, сон, в котором человек видит себя, когда он что-то в течение дня смотрел, что-то в голове у него было, какие-то размышления. Все это выражается в снах и показывает, написано в Талмуде, человеку то, что он думал или подсознание в течение дня. Но даже истинные сны полностью не сбываются. И вообще истинный сон должен быть очень ярким, очень понятным. И сбывается, написано в Талмуде, три вида снов. Вот самый предутренний сон, сон, в котором человек видит что-то о другом. И сон, в котором толкование сна приходит прямо в этом же сне. Есть четыре сна, после которых надо поститься, которые считаются негативными. Это когда человек видит горящие свитокторы во сне. Второе, это когда человек видит себя в Йом-Кипур во время молитвы Ниила. Третье, когда он видит, как стены дома его рушатся. И четвертое, когда он видит, как его зубы выпадают. Тот, кто видит такие сны, должен поститься даже в субботу. Но, если он об этом хоть раз думал, то сны не считаются вечными. Тот человек, который на протяжении семи дней, например, не видел ни одного сна, он должен понять, что у него ситуация проблематичная. Причина этого следующая. Сказано в Талмуде, что значит человеку в данный момент не посылается то, чтобы пробудить его, приблизиться к Творцу. Ну и вообще, такая природа сна, что даже истинные вещи тасуются, и поэтому человек, если его смущает, сон, или он что-то не может прийти в себя, нужно отойти абсолютно от негатива, который он во сне почувствовал и увидел. И прямо сказать себе, это дезинформация. Написано в Талмуде, что нерастолкованный сон, он как нераспечатанное письмо. Это духовная энергия, которая приходила с этим посланием, она ушла, ее нет и не будет. Есть одна проблема, к которой действительно надо задуматься. Об этом написал автор книги Мехтав Мий-Эль-Ягу. Он написал следующее. Если человек смущен и верит в то, что сон отрицательный, что он предвестник чего-то нехорошего, и при этом не спешит раскаяться и изменить свое поведение, вот это может побудить к нему недовольство небес. Все еврейские пророки, которые мы знаем, кроме Маши Рабейну, получали пророчество во сне. Нередко бывает написано, что Всевышний помогает человеку избежать несчастья каким образом? Посылает ему пророческий сон, предупреждает о какой-то опасности или объявляет о каком-то там решении, чтобы он раскаялся. Такие сновидения не сбываются. Их надо понять, сделать вывод и идти дальше. Вообще написано, если снится страшный сон и сердце охвачено тревогой, то написано, что дурной сон истребляется постом, как свеча огнем. Все. То есть постится и все, если тебя это смущает. Повторяешься, сон повторяется несколько раз, надо обратить на него особое внимание. Теперь главный секрет разгадывания снов я вам расскажу. Написано, что сны сбываются так, как их толкуют. Вот как растолкуют сон, так это и будет. Есть к тому много примеров и рассказов, но я хочу просто, чтобы мы сделали вывод. Если есть какой-то сон, имейте всегда человека, который положительно его растолкует. Я, например, всем своим знакомым любой сон могу растолковать в положительную сторону. Почему? Потому что я иначе не толкую. Найдите себе людей, которые растолкуют положительную. И обязательно будет положительное толкование. На следующий день вернемся к Иосифу Брахава и Ацлаха.